Здесь, может, тишина? Все. Итак, у нас начало. Тьом, передаю тебе слово. Добрий вечер всім. Всіх радий вітати. У нас сьогодні футбольна вікторина, третій випуск, ХПЛ Квіз. Класні учасники, чудові гості. Я впевнений, що футбольний вечір вдасться. Давайте будемо презентувати кожного учасника. Ми вітаємо місто Вінницю. Вітаємо Олександра Андросюка, організатор християнської футбольної ліги місто Вінниця. Саш, привіт. Привіт, Артем. Привіт, хлопці. Радий сьогодні долучитися до вас. Надію, дійсно, буде цікаве спілкування. Живе і веселе. Дякую. У нас в ефірі Олександр Бавандюк, граючий тренер команди Декорлен місто Славута. Саш, вітаю тебе. Привіт, хлопці. Дякую за запрошення. Хочу побажати сьогодні провести гарний вечір. Думаю, сьогодні теплий гарний вечір за таким красивим, чудовим атмосферою в нашому колективі. Так, дякую, Саш. У нас в ефірі Богдан Ганоха. Бісток Київ. Футбольний клуб. Богдан, привіт. Вітаю, хлопці. Дякую. І у нас в ефірі Микола Горський, команда Грінбойсів. Микола, привіт. Всім привіт, всім житаю побіду. Пусть побідеся внизу. Так, дякую. І до нас долучається, замість Максима Борисевича, долучається в екстреному виклику Віктор Каченко. Віт, привіт. Привіт. Мене чути? Ні. Шути, так. Команда СК Прогрес, Віктор Каченко. Вітаємо вас, Віт. Дякую. Вам вітаю, бажаю всім удачі. Да, зв'язок є чудово. Давайте вам розкажіть трішки. Пару слов, значит, правила, которые будут. Так як Макс Борисевич, который должен был участвовать, не смог вовремя добраться домой. К хорошему інтернету. Витя його замінив. Витя, у тебе пока что есть придумати вопрос нашим участникам. Потому что от каждого участника вопрос по истории футбола четыре варианта. То есть, ну, ты можешь придумать что-то от себя. Мы тебе дадим возможность задать вопрос самому последнему. А так, будут вопросы. Будет 15 вопросов. На каждый из них вы будете давать правильный ответ. Соответственно, за каждый правильный ответ будет один балл. Ну, и в итоге победителем станет тот, кто наберет больше всего баллов. Также наши зрители, кто находится и комментирует. Как мы видим, это и Александр Борисков передает всем привет бойцам. И так что тоже могут ставить свои комментарии. Итак, все готовы? Нибы так. Да, тогда мы начинаем. Что необходимо будет сделать? Будет вопрос. После вопроса 10 секунд, потому что у нас идет задержка на Фейсбуке. После чего, то есть я включаю общий экран, вы показываете листочки с необходимым ответом. Это либо номер один, либо два, либо три, либо четыре. Видите, у тебя есть четыре листочка? Подготовить. Один. Да, один, два, три и четыре. Итак, есть время, кто хочет для своих болельщиков перепостить в Фейсбуке. Оно появилось на Артемко в Фейсбуке страничке. Поэтому, если у вас есть желание, буквально пару секунд перепостить, чтобы за вами наблюдали и за вас переживали и болели. Так что Роман Климп уж тоже передает привет всем. Спасибо, спасибо. Привет, привет, он сказал. Бориспол пишет, Витя Симпион. Да. Итак, готовы? Сейчас, спасибо. Если Макс Печерский вовремя, то есть, ну, как бы, он просто может зайти в студию, просто уже как вне конкурса писать свои ответы. Итак, начинаем. Первый у нас вопрос. 10 секунд на раздумывание. И мы идем посмотреть, кто как ответил. Первый вопрос следующий. Какая европейская страна первой приняла у себя чемпионат мира? Первая это Германия, вторая Франция, третья Италия, четвертая Испания. У вас есть 10 секунд на раздумье, после чего выбираете листочки либо номер один, либо номер два, либо три. А можно еще раз ответы повторить? Значит, какая европейская страна? Варианты, варианты. Ответы, да. Первая это Германия, вторая это Франция, третья это Италия, четвертая это Испания. Пока наши зрители комментируют в Фейсбуке, у вас есть время подумать. А есть какая книжка с правильным видом, видимо? Она называется Интернет. А лишь мы ней сегодня не користуемся. Итак, внимание, смотрим сейчас, как кто проголосовал. И Артем Павенко будет считать баллы. Итак, выставляем цифры, можете показывать, как вы проголосовали. Я пиду против правил. Видно? Да, да, супер. Артем, ты выведешь экран, чи нет? Компорт моих карточек, мой сын. Экран я вывел. Итак, ты видно? Номер. Секундочку, буквально пару секунд. Можно еще подержать, чтобы Артем Павенко записал? Все. Тем, я просто задержка. Итак, Саша Винница номер один. Николай Киев номер два. Богдан Киев два. Виктор, еще можешь показать? Листочек. Номер три. И Саша, город Славута, номер три. Тем, записал? Витя номер три, да? Да, да, да. Наши зрители тоже голосуют. И смотрим, внимание, правильный ответ. Правильный ответ. Это номер три. Италия. Саша Славута и Витя в футбол, правильно? Да. Вот это я вовремя зашел. Саш, скажи, пожалуйста, ты знал это или наугад? Нет, на самом деле я прям ожидал там увидеть Англию. Почему-то Германия вряд ли. Италия почему-то мне показалась. Наверное, потому что я сейчас футбол-менеджер за Лечи играю. Мне пока ближе эта страна. Хорошо. Александр Швагер тоже поздравляем. Сделал правильный ответ. И его кум Александр Борисков очень за него рад. Идем дальше. Можно одну секундочку? Я себе просто возьму корректные карточки. Раз там тоже сын с манси-картами. Сейчас я тоже быстренько возьму себе хорошо четыре цифра. Конечно, конечно, конечно. Поэтому идем. Я пока что буду выставлять следующие у нас вопросы. Итак, я надеюсь, Витя не в магазин прибежал за карточками? Он за Максом прибежал. Я хотел вот такие спочатку найти с цифрами, но остались только буквы. Хорошо. Олежка пишет, Санька Славута. Привет. Привет. Саш, скажи, пожалуйста, Славута, город, пока мы ждем. Витю, за какую команду болеет в премьер-лиге Украины? Динамо-Киев. За Динамо-Киев. Ты лично с какого года за Динамо? Наверное, с 2000-го года. С 2000-го года. Первый матч свой помнишь, Динамо? Наверное, с первым боком Украины. Шахтер Динамо. Понятно. Саша, а Винница за кого болеет в основном? В украинский УПЛ? Да. Була б не во Виннице, был бы за ней, а так Динамо. Просто они ближче географично до Винницки. Итак, Витя. Я спонсор. Успешный поход. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос у нас номер два. Всем знакомые личности в этом вопросе. Поэтому, думаю, вам будет, с одной стороны, ответить легко. А с другой стороны, думаю, что не очень. Итак, Тём, прочитай, пожалуйста. Кто забил первый гол за Динамо-Киев в Лиге чемпионов? Варианты ответа. Первый – Виктор Леоненко. Второй – Павло Шкапенко. Третий – Олег Саленко. Четвертый – Сергей Рибров. Кто забил первый гол за Динамо-Киев в Лиге чемпионов? Виктор Леоненко, Павло Шкапенко, Олег Саленко, Сергей Рибров. Первый мяч за Динамо-Киев в Лиге чемпионов. Итак, мы у нас, как я уже говорил, в Фейсбуке задержка, поэтому 10 секунд даем ответить. Кто-то уже отвечает в Фейсбуке, кто-то считает, что это Виктор Леоненко. Дима, чатник прошлой программы. Сразу же. А это вопрос, было в минулой передаче? Нет, 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 это первый раз. Думаю, может, Дима подсказывает. Нет, нет, нет. Подсказку стоит. Может, ты подсказываешь, думаю, как бы сейчас у вас есть время принято. Пока что практически все подсказывают задержку. Есть мнение, что и Пьер Луидж Калина забивал у Дмитрия Полищука. Ну, и думаю, что Калина является большим болельщиком Динамо-Киев. Хороший человек, кстати, знаком с ним. И очень интересно. Итак, смотрим правильный ответ. Алексей Колпаков, номер два. Смотрим правильный ответ. Нет, сначала узнаем, как проголосовали наши участники. Можно поменять. Можно, но я не знаю, как бы. Итак, Александр Винница, номер один. Я буду на скипытания донечку текать. Смотрится, что это да. Идем дальше. Николай Горский, номер три. Есть. Карткаченко. Я тоже склоняюсь. Номер три. Богдан Гоноха, номер один. И Александр Баландюк, номер один. Итак, смотрим. Тем записал? Да. Воли Ольгинского, Бори Бров. Да. Итак, смотрим. Правильный ответ. Правильный ответ. Это Павел Шкапенко. Вот так. Номер два. Никто не ответил правильно. Да, среди участников студии нет. А вот среди зрителей Алексей Колпаков и Валерия Нечитайло. И там, кажется, еще кто-то ребята правильно назвали. Вы кто-то за столы купал, Павел Шкапенко, из вас в студии? Богдан, ты точно должен. Как это? Был даже почти в гостях. На Петерске, в Киеве, есть дом возле метро Дружбы народов, где, наверное, 50% дома это ветераны Динамо живут. Они там получали квартиры. Очень интересный дом и двор. Там Мунькян живет. И вот основная, как бы, грядка. Так что, ну, не знал правильный ответ. Я думал, 50% дома это квартира Павла Шкапенко. Хорошо, идем дальше. Следующий у нас третий вопрос. Это у какой из этих команд прозвище Старая Дама? Это Герта Берлин номер один. Два – Барселона, три – Тулуза и четвертая – Ювентус. У какой из этих команд прозвище Старая Дама? Даем опять время, чтобы у нас могли ответить зрители, которые комментируют в Фейсбуке. И после чего мы уже непосредственно будем узнавать у наших участников в студии. Так, все зрители уверенно ставят цифру. Посмотрим, насколько это правильно или нет. Смотрим, как голосуют наши участники в студии. Тем, ты готов записывать? Да. Итак, Александр номер четыре. Дальше идем. Николай Горский четыре. Вить, у тебя какой? Номер три. Богдан Гоноха номер четыре. И Александр Баландюк номер четыре. Пишут, например, Саша Борисков написал, что это «но», это «легко». И что интересно, что все, абсолютно, абсолютно все у нас прокомментировали именно в Фейсбуке, что это Ювентус. Ювентус – это старая сеньора. Ну, Ювентус – это старая сеньора, ребята. И настоящая команда, которая под названием «старая дама» – это команда «Герта» Берлин. Вот, падешь, сбывся с твоего тюга. Да, Саша. Я удивился, почему ты не номер один, как раз то, что собирался. Так что, нас никто не угадал ни в студии, ни в Фейсбуке. И вот интересно, что, оказывается, есть в Европе не только старая сеньора команда «Ювентус», но и старая дама – это «Герта». Так, идем теперь, переходим непосредственно к участникам. У нас вопрос от участников. И начинаем первое – это Саша Адасюк-Винница. Я думаю, хлопцы, мы еще разок все неправильно отдамо вызначения и ответы, и нас всех поменяют просто. Окей. Было бы вопрос про любимую команду, насколько я помню, так? Ну, да. Моя любимая – Манчестер Юнайтед. Питание не совсем сложное, но интересное. Сколько участников из команды Манчестер Юнайтед стали владельцами «Золотого мяча»? Четыре варианта. Четыре, один, два, три, четыре. Еще раз, можно? Номер первый вариант, сколько? Номер один – один, номер два – два, номер три – три, номер четыре – четыре. Хорошо, даем тогда буквально до десяти я считаю. Десять, девять, восемь. А я могу тоже голосовать? То есть ты можешь дать пять, четыре, три, два… Самый смысл, если я дам неправильную ответственность. Один. Итак, правильный… Ребята, показывай, сейчас ребята показывают листики. Витя, ждем. У Коли, в Коли, в Коли номер три, у Витя номер два, у Богдана один, и у Саши номер один. Итак, Саш, правильный ответ. Правильный ответ – три. Чарльтон Бест и Криштиан Роналду. У Легорский ответ, правильно, да? Да. Коль, поздравляем тебя. И Рыба, уходы по Коли Горскому. Наконец-то. Так, мы идем дальше. Это был мой единственный шанс заработать сегодня бал и ответ правильно дать на свои вопросы. Еще много вопросов, и мы идем дальше. Следующий вопрос Артем Папенко вам зачитает. Давай. Кто является найкращим бомбардером в истории чемпионатов света? Вариант один. Юрген Клинцман. Вариант два – Роналду. Вариант три – Клозе. Вариант четыре – Филе. Кто является найкращим бомбардером в чемпионате света? Клинцман, Роналду, Клозе, Филе. Даем возможность проголосовать нашим зрителям в фейсбуке. Почитаем до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Андрей Гулинский, приветствуем, рады видеть тоже, среди наших участников. Максим Слепко. Интересно, что… Итак, показываем, что у нас в студии, как у нас проголосовали ребята. Итак, Саша Андресюк номер три. Тем, пишешь? Да. Николай Горский, четыре. Есть. У остальных ребят все номер три. И Витя, и Богдан, и Саша Баландюк, которые голосовали номер три. Клозе – это номер четыре, всех номер три, правильно? Итак, да, внимание, правильный ответ. И я скажу правильный ответ. Молодцы ребята, которые комментировали в фейсбуке. Они все практически дали правильный ответ. Это номер три – Клозе. Германия. У нас все отрывают по баллу, отрывим Коли, правильно? Кроме меня нет. Коля, не поддавайся. Я не поддаюсь, я просто футбол давно не смотрел. Коль, да как раз Клозе это давно было. Так что… Вот именно, давно. Я до его рождения, походу, смотрел. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос у нас… Шостый питание. Да. Один момент. Технический питание. Вопрос опять снова. В какой стране не играл известный защитник Роберто Карлос? Я думаю, игру Роберто Карлоса видели все, особенно его удары, исполнение стандартов. Итак, он не играл номер один в Голландии, он не играл номер два в Испании, он не играл номер три в Италии, он не играл номер четыре в Индии. Ваш вариант ответа, пока думают ребята в студии у нас… Отвечают ребята в Фейсбуке. Отвечают ребята в Фейсбуке. Итак, смотрим, как у нас отвечают в студии ребята, поднимаем листочки. Я скажу так, что в Фейсбуке ребята молодцы, очень сильно хорошо поставили. Ну и здесь единственное, это вы молодцы, четко знаете карьеру Роберто Карлоса и у всех правильный ответ. Слушайте, я спочатку взял снова цифру три, но решил пойти по старой схеме и одинечка не подвела. Да, в этом плане у всех у всех правильный ответ. Всех побалдить. Хотим сейчас задать вопрос. Вопрос будет чуть-чуть, как бы, я говорю, что можно, пожалуйста, более пленее. Богдан, вопрос от тебя, всем участникам. Вопрос от меня. Тоже по любимому клубу, тоже, как уже был, по Манчестер Юнайтед. Хотя вот как-то готовил ответ, вопросы и задумался. Я верующий человек. В каждое воскресенье похищаю Тетов, а люблю команду красный дьявол. И что ж такое. Но есть такое, мне как-то они бляглиб на сердце, когда особенно Руни играл, там был капитаном. И вот как-то так оно осталось. Вопрос по любимой команде. Капитаном команды с января 2020 года является Гарри Маквайет, сменивший Этли Янга. Вопрос. Какой вес капитана, какой вес этого игрока? Вариант один. 80 килограмм. Вариант два. 90 килограмм. Вариант три. 100 килограмм. Вариант четыре. 110 килограмм. Вариант один. 80. И дальше. Вариант два. 90. Вариант три. 100. Вариант четыре. 110. Итак. Голосуем. Допоказываем листочки. Ваш вариант, сколько весит. Номер два. Номер два. Итак. Саша Андресюк номер два. Может он похудал, чи набрал пока в карантине сидит, не знаю. Ну, хай будет так. Вить, твой вариант. Номер три. И Саша, Володюк тоже номер три. Если у меня будет правильный ответ. Он вроде как худеет. Ну, ждем правильный ответ. Говори, да? Да. При росте 194 сантиметра, его вес, это вариант три, сто килограмм. Саша и Витя, да, у нас утренную тубову. Саша Свалута. Я бы не могла. Так, идем дальше. Следующий вопрос. Ты его зачитываешь. У какого из этих футболистов прозвище Ураган? Варианты Витюди. Ухамед Савах. Другий вариант. Гарри Кейн. Третий вариант. Маркус Решфорд. И четвертый вариант. Обамьян. У какого из этих футболистов прозвище Ураган? Заусловно. Кейн, Решфорд, Обамьян. Вопрос на самом деле несложный, но если хотя бы кто-то одну игру видел или слышал комментатора, кто комментировал, то вы поймете. Так, считаем до семи, чтобы у нас проголосовали. Можно еще раз повторить фамилии? Первый, четвертый. Первый Савах, четвертый Обамьян. За все представители английской премьер-лиги. Раз, два, три. Говорят, что у Юрия Семина. Дима Полищева и что у Юрия Семина лекуха Ураган. Тоже интересно. Итак, показываем листочки, кто за кого, что. Так, Саша Андресюк и Коля Горский, не видно ваших. Ай, пришли по схеме. Хорошо, идем. Итак, Тём, пишешь, Саша номер один, Коля номер четыре. А у остальных у всех ребят номер два. Два. Сашу, Витни и Богдан, да? Смотрите, ты говорил, что ты можешь сразу заранее ответ дать. Да? Да. Можешь объяснить, рассказать всем, почему именно у этого человека такая кличка? Что Гарри Кейн, это как типа анаграмма, если на английском он читается как Харри Кейн. И Харри Кейн, это и есть ураган на английском. Александр Олешко полностью присоединяется к тебе и дает только правильный ответ, потому что действительно... Гарри Кейн, это и есть ураган, если есть Гарри Кейн. Вот здесь я подбодрил. Хорошо. Так, у нас Богдан, Витя и Саша свободно по баллу, правильно? Да, 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 да. Итак, ты вам записал? Есть. Идем дальше. Следующий у нас вопрос. Какая эмблема была у команды Бавария на протяжении 54-го, 51-го года? Вот номер один вы видите, номер два и номер три, четыре. Наверное, многие из вас в первый раз увидели, что у Баварии когда-то была другая эмблема, да? Откровенно говоря. Потому что я когда готовил этот вопрос, тоже для меня стало немножко удивлением, что у Баварии были еще такие варианты эмблем. 54-61. Витя, ты понимаешь, до срочного ответа? Хотя раньше я подболевал за это, за Баварию, да? С 99-го года. Да. Интересный вариант, так считаем до семи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Итак, смотрим, смотрим, как у нас голосовый клуб. Саша, это номер два. Коля. Сейчас. Номер четыре решил. Так, у нас Витя идет номер один. Кого номер один? У Вити. Витя номер один. Саша, Славута и Богдан. Да, у Богдана и у Саши Баландюка номер два. Это какой-то турецкий шлейф. Итак, смотрим, кто же все-таки правильно ответил. И это номер два. Кстати, в Фейсбуке у нас, ребята, разбираются в Баварии. И Роман Климпуш, и Максим Слепко, и Валерий Нечтайл, и еще то, что мне показывают. У нас два Саши и Богдан, и вы правильно, да? Остальные три эмблемы. Это просто этот фотошоп или... Нет, это настоящие эмблемы Баварии, которые были на протяжении ее истории. То есть, эти эмблемы были на протяжении всей истории. Так, идем дальше. Следующий у нас... Итем, ты читаешь? Клуб Nottingham Forest был основан ребятами, которые занимались спортом. Каким видом спорта? Первый вариант – крикет. Второй вариант – гольф. Третий вариант – поло. Четвертый вариант – хоккей на траве. Клуб Nottingham Forest был основан ребятами, которые занимались спортом. Первый вариант – крикет. Второй – гольф. Третий – поло. И четвертый – хоккей на траве. итак даем время подумать итак номер один крикет номер два гольф 3 пола и 4 хоккей на траве и так валера не читал тут прошлый вопрос угадал в фейсбуке так смотрим как у нас голосует студия что там дальше богдан и саша значит богдан 4 саша 4 итак голосуют я скажу саша борисков у нас продолжает победную серию среди зрителей на фейсбуке это номер 4 хоккей на траве итак идем дальше следующий вопрос я записал да следующий вопрос у нас ты читаешь я за какой футбольный клуб болеет адриану челентано всем известный итальянский как вы понимаете да певец актер и соответственно четыре клуба первое это наполи второе парма третье интер четвертый вариант это рома за какой футбольный клуб болеет адриану челентано кстати кто-то из нас участников студии знает хотя бы одну песню адриану челентано или нет но мемы с адриану челентано наверняка все видели особенно посвященные 8 марта фейсбуке очень часто итак берем возможность подумать нашим участникам фейсбуке думаю пока что что это на поле есть варианты и ромы поэтому идем итак смотрим как считают какой правильный ответ саш досуг номер номер 4 виктор каченко 2 есть ну и богдан саша бандюк это номер три итак правильный ответ я не знаю победа победный наверное под победой ответ ребята должны спеть песню челентано это номер три номер три у нас среди зрителей угадал кажется если не ошибаюсь единственный все остальные никто не подозревал так что молодежь молодежь андриана челентано только среди зрителей фейсбука максим слепко назвал правильно так но мы переходим к нашим участниками вопрос должен сейчас задать николай горский коль а тебя вопрос по истории футбола банальный вопрос не любимый клуб бавария но я что неправильно не на него ответил но вопрос таков каком году была основана бавария 1899 1900 и 1905 1907 итак считаем до пяти раз 2 можно сделать правильный ответ ребята выставляем ваши варианты ответа вот правильный ли он будет это уже такое это уже такое как ты говоришь саша номер один витя номер три богдан номер два и саша баландюк номер два ждем у тебя правильный ответ правильный ответ в 1900 году это вариант два я кстати когда готовил вопросы по википедии прошелся и прозрел ну насколько уже футболу сколько много лет и какие уже старые но известные клубы вот честно меня это аж где-то но как это исторически надыхнуло еще больше серьезно еще серьезнее относиться к футболу спасибо так уже и мы не молоди но про челентана не знал значит молодой да челентана те кто в одноклассниках походу сидят знают среди зрителей максим слепко снова дал второй ответ правильный и мы идем дальше вопрос будет по странам и так какой из этих стран футбол называется ногомет ногомет первый вариант болгария второй вариант хорватия третий вариант чехия четвертый албания какой из этих стран футбол называется ногомет первый вариант болгария второй короткий третий чехия четвертый албами может быть кто-то бывал пойдем ребят в ногомет поиграем думаю после сегодняшней викторины у многих это слово останется на слуху на сленгу итак ждем голосуют у нас ребята в студии не в студии а сейчас пока что в фейсбуке есть опять же разные варианты думаю для многих будет удивление кстати я кому-то задавал своих близких и знакомых друзей по поводу вариантов все называли одну страну почему-то и она была неправильна посмотрим как как вы считаете какая-то страна переходим голосованию ваши листучки смотрим идем по классике итак саш номер один коля номер два ведь номер три ну и у богдана и у саши блондюка номер три да из вас правильно ответил на этот вопрос и когда все остальные неправильно отвечают он делает правильный ответ коля поздравляем это хорватия номер два наконец-то и зрители вот саша борисков передал эстафетную палочку максим слепко начал отвечать правильно на идем дальше следующий вопрос у нас тёмка сейчас считываешь давай кубок европейских чемпионов на вечное хранение получили 6 команд какая не входит в этот список какая из команд не входит в этот список первый вариант Барселона второй вариант Аякс третий вариант Арсенал четвертый Милан Кубок европейских чемпионов на вечное хранение получили 6 команд какая из этих команд не входит в этот список Барселона Аякс Арсенал Милан итак считаем до 7 раз два три три пять 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 семь смотрим как у нас голосует студия так Саша Андресюк ждем от тебя номер три значит Саша Андресюк Коля Горский и Витя Ткаченко номер три а Богдан и Саша Баландюк ставят номер четыре номер четыре да у двоих у Богдана и у Саши Баландюка есть 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 итак правильный ответ смотрим он у нас сейчас засвечивается на экране правильный ответ это номер три Арсенал Саша Андресюк ответил Коля и Витя правильно да? да 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 вот Дима Поличук написал что оказывается еще у Ровенской Бароны тоже нету сохранения Кубка Европейских чемпионов поэтому да мы учнем в следующей викторине обязательно вспомним по Ровенскому Барону хорошо идем дальше следующий вопрос у нас а у них хоть музей конечно над открытым небом рекордсмены Милана по количеству проведенных матчей за клуб номер один Пирло больше всего провел номер два Мальдини номер три Гаттуза больше всего матчей провел номер четыре Борези а есть ответ нет вот из них кто-то один больше всего Пирло Мальдини Гаттуза Борези активны наши зрители в фейсбуке у них там средний возраст 56 лет итак смотрим смотрим ребята смотрим как вы в студии так Саша номер два Коля два 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 ну идеально все правы да то есть все это знают правильный ответ то есть что Мальдини да Мальдини номер два Мальдини так что вы молодцы тут все все отлично идем следующий вопрос после которого у нас будет Таша задавать вопрос от зрителей итак итак чем читай какая команда первой вышла на футбольный матч с номерами на футболках Сандерлент Ньюкасл Ливерпуль Арсенал Итак считаем до 7 1 2 3 4 5 6 7 смотрим Саша вариант номер 3 Поля номер 1 Вит Ньюижн номер 1 Богдан номер 4 и Саша Баландюк номер 2 Тём записал есть итак правильный ответ у нас Андрейшка Мердяка мы тебя рады видеть и думаем что в следующий раз ты будешь тоже в студии Денис Парницкий тоже мы рады тебя видеть и тоже думаешь что ты в следующий раз будешь в студии у нас на следующий а у нас правильный ответ мы смотрим все вместе кто правильный ответ номер 4 Арсенал 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 Я по этому принципу и выбирал кубок не дали кубок то надо разместили по Фрейду на номер 4 да думаю так вопрос наш Болонюк если есть божание может украинской умови Другий 18, третий 17 раз, четвертый 19. Так, да. Смотрим, Валерий не читал, я считаю, что 2. Номер 2, Александр Швагер тоже номер 2. Ну и мы готовы. Максим Слепко 18 раз считает. Смотрим, правильный ответ. Какой номер? 2, Коля Горский 3. Итак, кто же ответил? Богдан, рад, что ты читаешь 17, Александр Борисков 18. Среди зрителей. Саш, ждем у тебя правильную цифру, номер, правильный ответ. Писповедь номер 2, 18 разив. Так, номер точно. Ты Саша Борисков четко называет. Богдан, Витя и Саша у нас это было правильно. Слепко снова тоже 18 раз. Помощники Google сидит и умничает в комментариях. Кто? Саша Борисков. Нет, нет, нет. Открыто все. Итак. Не, они еще ж Камердяку взяли там и Олешка. Все сидят, короче. Итак, смотрим. Дальше идем. Следующий у нас вопрос по... Кто из этих игроков забил больше голов за Динамо, чем остальные? Номер 1 Шевченко. Номер 2 Ермоленко. Номер 3 Ребров. Номер 4 Милевский. А за Динамо Киев или за все Динамо? За Динамо Киев. За Динамо Киев. Кто больше всего за Милевский? Тоже считается. Кто-то не подсказал. На Динамо Киев. Шевченко. Номер 1. 2. Это номер Ермоленко. 3 Ребров. 4 Милевский. Итак, у нас пошли... Женя Ницкий считает Ребров. Роман Климпов считает Ребров. Александр Олешко-Ребров. Александр Шевченко-Ребров. Андрейшко-Мердяко-Ермоленко. Валера Инна Китаева считает, что Ермоленко. Богдан Ратушный-Ребров. Итак, мы даем возможность нашим зрителям. Александр Борисков считает, что Шевченко. Максим Слепко-Ребров. Итак, смотрим. Показываем листики ваш вариант. Борискова слушать. Он умный. Итак, номер 3. Саша Андросюк. Коля Горский номер 2. Артем, номер 3. То Ребров. Нужно мне великая честь. Так, Вить, мы твой вариант не видим. Я просто сомневаюсь. Номер 3. Витя Аткаченко, Богдан Хануха и Саша Баландюк. Номер 3. Вить, сейчас мы увидим правильный ответ. Но мы ждем от тебя ответа. О, вопроса. Вопроса после, да, сейчас. Итак, показываем правильный ответ. Правильный ответ у нас... Высвеченный экран. Это номер 3. Сергей Ребров. Сергей Ребров. Правильный ответ. Си, кроме Коли, по балу, да? Да. Итак, теперь мы, Вить, передаем тебе слово. Ну, такий був трохи в мене блиц. То я, что перше пригадав, то и, в принципе, загадаю вам. Самое крупное поражение Шахтера в Еврокубках. Первый вариант 5-1. Второй вариант 6-2. Третий вариант 7-0. Четвертый вариант 5-0. 5-1-6-2-7-0-5-0. Так, даем 10 секунд, чтобы еще зрители в Фейсбуке... А можно еще раз повторить? А варианты? 5-1-6-2-7-0-5-0. Ну, я не знаю. Это в Еврокубках, это не в чемпионатах. Если вы смотрите в Еврокубках команду, я не знал просто, что входный квиток – это вболевание за Динамо. Мне Артем такого не сказал. Я, если не ошибаюсь, даже знаю, против кого они сыграли с такими. Да, просто Саша имеет в виду, что обычно успехи команды любимой называют, Вить. А ты пошел нестандартным путем. Хорошо, итак, готовы отвечать, ребята? Показываем листики. Так, номер 3, когда чуть-чуть в камеру, номер 3 и Саш. Номер 3, единодушно все показывают номер 3. И вот интересно, ведь Александр Олешко даже написал команду, это Бавария. Да, совершенно верно. Когда кучера удалили на третьей, по-моему, минуте или какой, красную карточку туда. И после этого понеслось. Хорошо, спасибо большое тебе. В среде зрителей у нас в студии все уже задали вопросы. И у нас остался последний вопрос. И после чего мы будем подсчитывать баллы. Уже участников сегодняшнего среди зрителей мы подсчитаем. Вот так, смотрим. Ой, сори, сори, сори. Вот. Какая? Тем, ты посчитаешь? Не видно. Да, я считаю. Не видно. Ты вопрос задал. А, подождите, что-то не видно или видно? Не видно, не видно, Тем. Сейчас, секундочку еще раз. Вот так, да? Да. Какая из этих пород собак изображена на эмблеме футбольного клуба «Лиль»? Варианты ответа. Дох. Второй вариант. Бульдог. Третий. Такса. Четвертый. Вабрадор. Какая из этих пород собак изображена на эмблеме футбольного клуба «Лиль»? Первый вариант ответа «Дох», второй «Бульдог», третий «Даксо», четвертый «Вабрадор». У Лиля даже прізвище с цей породой связано. Да, это хорошо, что я знаю, Саш, но мы... Бач, на вечер пробивай уже, под кинетикой разыгрался. Тогда ты последний голосуешь, поднимаешь, если ты знаешь об этом. А я думаю, что кинжи голосуешь, я же тоже трохи цей. Да. У нас пошли голосовать, значит, ребята. в Фейсбуке это считают номер два, номер четыре, номер один, номер один, четыре. То есть, ну, как бы разделились мнения у нас. Итак, считаем до семи. Раз, два, три, пять, шесть и семь. Дорогие у нас, Тём, у нас, до речи, решально пытаются. Да, ну и голосуем. Итак, все номер один, кроме Николая Горского. Я решил выделиться. Где номер один, кроме Коли, да? Да, да, да. Коля выделяется. Смотрим, правильный ответ у нас. Правильный ответ – это порода док. У нас. Так что так. И что, Тём, ты почитываешь, да? А у тебя есть дополнительный вопрос в случае ничьей? Да, конечно. Походу, там есть ничья уже. Но сейчас я проверю. Давай тогда пока что пожелания начнем. Саш. А кто дома, кто на выезде из тех, кто претендует? Да, не будет на выезде. Саш, давай так кротко, по два предложения. Каждое мы начнем с тебя. Каждое пожелание. Вообще любителям футбола, особенно украинского футбола. Любительского футбола. Начнем с тебя. Ну, пару предложений, чтобы ты пожелал ребятам. Особенно вот в Виннице, ХФЛ. В первую очередь, спасибо, что попросили принять участь. А всем хочу поможать, друзья, хорошего настроения, мир в сердце, дружбу с Богом. Та, пока у вас все вдаётся. Спасибо большое. Коля, а тебя? Ну, я присоединяюсь к словам. Спасибо, что пригласили. Желаю всем выйти из карантина, чтобы этот карантин уже закончился. И мы наконец-то насладились любимым делом, играя в футбол. Всем спасибо, что пригласили. Вить, хочу сказать дякую за то, что я так неочековано стал учасником вашей викторины, но я отримал очень большое задовольное. Дякую. А всем болевальникам и гравцам хочу побажать, чтобы мы в последнее время уже вышли, вышли на улицу и в конце концов мы встретились с мячом и с удовольствием его побили. А я поюдував бы. Саш, от тебя пожелания нашим участникам. Хлопцы, дякую за чудовий вечер. Так скучно, конечно, без футбола. Хочется быстрее вернуться на спортивный майданчик. Хочу для вас побажать, чтобы вы мужнейшили, думаю, в такой час, бачите, что это. Думаю, что один одного нам не хватает. Цего дела, то есть правила футбола, то есть коллективу, коллективизму, то есть чтобы каждый был в дружбе. В принципе, думаю, коллектив это самое первое, что есть у нас в жизни. За коллектив. Спасибо большое. Сто процентов. Я люблю футбол, потому что футбол это коллективная игра, и это кайф на самом деле. И, конечно, по клубам, мне больше, честно говоря, нравятся не клубы, мне нравятся больше чемпионаты Европы, мира. Это больше, так сказать, патриотические. Но 26 числа был день памяти трагедии ЧАЭС, а я вспоминал этот год, именно первый чемпионат мира, который я посмотрел по телевизору. То есть я запоминаю какие-то события по футболу, и это прикольно. Поэтому всем футбол. Спасибо большое. Я от себя, знаете, что хотел, наверное, пожелать, ну все знают, что тоже верующий человек, и я хотел вам пожелать, чтобы вы вот молились вместе со своими семьями, за свои семьи, за родных, близких, за родителей, детей, жен. Также молились за нашу страну, Украину, чтобы Бог хранил, оберегал. И вот кому-то не знает, просто открывайте Библию. Есть книга псалмов, был такой царь Давид, вот он постоянно молился и за свою семью, за свой народ, примеры молитвы. Ну, Иисус Христос оставил нам тоже очень замечательную молитву, сказал, если вы не умеете молиться, молитесь молитвой отче наш. Поэтому очень наш, я думаю, практически в каждом доме есть и знает эту молитву. Тём, передаю тебе слово, ты посчитал? Да, у нас ничья получается двух участников. Так. Давай я все результаты оглашу, и мы решим, что мы делаем. И я скажу ответа. Да, Коля получается 5 баллов набрал, Саша Андреасюк 9 баллов, Витя 11, и Богдан и Саша Декорвен по 13 баллов набрали. Итак, Богдан и Саша, да? Да. Итак, дополнительный вопрос, готовы? Нет, давай Богдан уступает дорогу молодым. Ну, давайте, ты уступишь, Богдан, но всё-таки давайте попробуем, победитель сегодняшней встречи, потому что у нас будет Лига Чемпионов, и всё-таки давайте попробуем по знаниям, хорошо? Мы же её в Затоке проведём Лига Чемпионов. В Затоке, однозначно. Итак, вопрос такой, смотрите, три футболиста есть, номер один, номер два, номер три. Кто из них является самым молодым? Самым молодым все 87-го года рождения. Кто из них является самым молодым? Итак, это первый, номер один из них самый молодой. Это либо Месси, номер один Месси, второй Суарес, третий Пике. Ещё раз повторю, самый молодой либо Месси, либо Суарес, либо Жерар Пике, все одного года, 87-го года. Кто из них самый молодой? Можно отвечать? Да. Итак, отвечаем одновременно. Три-четыре. Итак, правильный ответ. Леонель Месси, 24-го июня 87-го года. Так что, Саша Блондюк сегодня стал победителем. А Жерар Пике родился 2-го февраля, а Суарес 24-го января. Вот так. Так что, Богдан, ты как и хотел, может, и специально показал эту табличку. Всё нормально, ребят, классно. Хорошо, спасибо большое, Тём. Тебе завершающее слово, ребят. Огромное спасибо, что были с нами, вошли в историю. Будете вспоминать и внукам показывать, как вы играли в футбол на карантине. Да, друзья, хочется всем еще раз поддякувать за этот эфир, что каждый вышел, удалил, я думаю, вечер снова удачился у нас. Побажать всем терпения, здоровья, удачи. И я уверен, что очень скоро мы встретимся и забудем этот час, и будем вспоминать, как мы сегодня проводили этот вечер. Всем еще раз поддяка, до встречи в новых эфирах. Следующая трансляция у нас будет в четверг, поэтому смотрите, и кто хочет присоединиться, пишите, пожалуйста. Всё, с Богом, всего хорошего, пусть Бог хранит в вашу семью, оберегает. Спасибо. Харного вечера, до свидания.